Польша совместно с союзниками Паната проводит военные учения рядом с Калининградом у границ России. Это же оскорбление для нашего населения. Поляки, они изначально такой народ. Гниленький, так скажем. Калининград. Скорее Кенингсберг. Сегодня мы узнаем, что думают поляки о присоединении к Калининграду к территории Польши. Ты знаешь такое польское название города? Крулевец. Нет, не знаю. К сожалению. Нет. Что-то слышала, но так не особо. Крулевец. Где-то слышал, но ничего не могу сказать. Нет. Не знаю. Знаешь хоть где находится? Не особо. Крулевец. Нет. Что могу сказать? Там очень здорово. Вы знаете, что это за город? Крулевец? Ну, нет. Это вы про Краков? Крулевец это не Краков. Крулевец это на территории России. Это Калининград. А, да, ну да. Калининград это сейчас Россия, а когда-то он был частью Польши. Знаете ли вы такой город, который называется Крулевец? Да, теперь название изменили. Ну да, когда-то это был Калининград. Не особо. Красивый замок. Замок? Да, замок. А какой там замок? Не знаю. Вы знаете, что такое Крулевец? Не сильно. Знаете такой город Крулевец? Да. А что-то большее можете сказать? Ну, Крулевец находится в Калининградской области. Теперь мы изменили его название официально на Крулевец, чтобы избавиться от российской риторики. Как бы ты отнеслась к тому, если бы жители Калининграда проголосовали и захотели бы снова стать частью Польши? Думаю, это было бы хорошее решение увеличить территорию нашего государства. Я точно за. Если большинство будут так хотеть, то почему нет? А как думаешь, поляки были бы за, или такие бы, да нафиг, нам больше людей, больше... Свобода должна быть для всех. Это не обсуждается. Это же надо в первую очередь спросить людей, хотят ли они. Ну, например, проведен референдум, и все жители Калининградской области решают снова стать частью Польши. Вот только от тебя все зависит. Для меня без проблем. Если хотят вернуться, то почему нет? Думаю, поляки были бы против. А чего? Если там сейчас живут граждане России, то большинство поляков было бы против, чтобы они принадлежали к нам. В смысле, к нашей территории. Ну, это же исконно польский город. Он раньше был наш. Думаю, большинство поляков тоже бы так сказали. Формально он принадлежит России. Надо это учитывать. Но если хотят, то пусть, конечно, возвращаются. То есть, если они хотят, то ты не против? Ничего не имею против. Пусть возвращаются. Это было бы очень хорошо с их стороны, если бы референдум дали провести. Так же, как наш город, наш Львов. Когда-то же Львов был польским. Ну да, польский Львов, польская Гродно. Да-да. Меня бы это никак не смущало. Но так... Не пугает тебя, что там живут сейчас россияне, несмотря на то, что земля исторически польская, но... Вдруг они все решат переехать, например, сюда, в Крако. Меня не пугает. Тут больше вопрос, сможем ли мы, поляки, с ними договориться. Вдруг захотят вернуться в Польшу и снова стать частью Польши и не будут хотеть быть Россией. Хорошо. Хорошо я отношусь к такому решению. А кто так мог бы решить? Ну, жители Калининграда, например, решили так, ныне крулевцы. Решили, вдруг они такие, исторически эта земля принадлежала Польше, хотим вернуться. Дальше хоть камни с небес. Я не думаю, что такое могло бы произойти в целом. Но если бы вдруг провели референдум, официальный, легальный, как бы ты вот лично отнеслась к этому и польский народ в целом? Ты против или это супер крутая задумка? Не, я за свободу. Если большинство проголосует за, ну тогда... Я не против. Но... Я бы там не жила. Вдруг решат убрать границы и Калининградская область станет крулевецким воеводством. Надо голосовать, но кто так может решать вообще? Ну, например, там они и решат там. А, там? Например, они проголосуют и скажут, ладно, хотим снова быть Польшей. Думаю, в первый же день, когда такая идея только появится, россиянам ее быстро выбьют из головы. Думаешь, так не может дойти ни до какого референдума? Думаю, нет. Это сложно, из-за того непонятно, хотим ли мы... Больше вопрос, если вдруг они будут хотеть так. Вот, решили все. Как вы отнесетесь к этому? Я не очень разбираюсь в истории, как это раньше так выглядело. Но вы лично были бы против, вот если бы не было границы, они могли бы сюда приехать, вдруг Калининград стал частью Польши? Я не знаю, какая у них ментальность. Если они там были столько лет, они уже на той стороне, российской. А если на российской, то они наверняка к нам не захотят. Но мы тоже в них не нуждаемся. И они такие, не хотим больше быть Россией, хотим теперь быть Польшей. Это же больше зависит от государства, а не от референдумов, которые они там себе проводят. Было бы больше туристических возможностей, меньше границ, больше берег, больше пляж, наш. Получается, присоединение к Рульевце не было бы проблемой для тебя? Я же не знаю, это политически как вышло бы, и как бы они с нами смогли договориться. Но я ничего не имею против этого. Исторически это польский город, но там живут россияне. И с того момента, как россияне бы стали переезжать в Польшу полноправно, как поляки на своей территории, говорили бы, что вот, мы тоже поляки. Не знаю, это их дело. Как бы ты к этому отнеслась? Это же люди, если они хотят... То есть, если бы они хотели, то ты ничего не имеешь против? Конечно, я нормально к этому отношусь. Ну смотри, а вот есть же, например, украинский Львов тоже был когда-то польским городом, и люди бы сказали бы там, эй, а мы тут тоже хотим быть Польшей, хотим вот быть... Это тоже их дело. То есть ты была бы не против? Да, почему нет? Не представляю, чтобы они выразили такое желание стать Польшей. Думаю, что в связи с агрессией России против Украины, это сложная задача, и нам надо бы подождать, когда закончится этот конфликт. А после какая-нибудь петиция жителей, граждан Польши... То есть ты не против увеличения территории Польши? Не, не против. Думаю, поляки были бы довольны, если бы территория увеличилась. Ну да, как-то мы такой еще вопрос между собой не обсуждали, но теперь дома обсудим. Я нормально к этому отношусь, не то чтобы я прям была бы полностью за, чтобы это делали, но и против ничего не имею. Ну вот смотри, есть же еще, например, Львов украинский, весь Запад Беларуси, который тоже когда-то был Польшей. И вот если бы они все захотели в Польшу, ты бы как отнеслась? С каждой стороны увеличивается территория, со всех сторон увеличивается Польша. Становится больше людей, с которыми еще договариваться надо. Да в целом зачем нам увеличивать страну? Зачем? Для чего? Ну да. Какой в этом смысл? Хорошо, спасибо. Вот если бы уже дошло до этого, и так уже случилось, вот как бы вы отреагировали? Вы были бы за или вы бы выступали против? Ну не так, чтобы за, но из того, что сейчас происходит в Украине, что вытворяет Россию, мне это не нравится. Мне все равно. Но я не за такое присоединение. Вот он поляк, а я украинка. Хорошо, смотрите, Крулевец, исторический польский город. Сейчас называется Калининград. Калининград. Да, и вот как бы вы отнеслись, если бы жители Калининграда проголосовали бы, чтобы не было границ, если бы снова они захотели стать частью Польши, быть новым Крулевецким воеводством, а не Калининградским? Я только за. За? Почему? Ну они же тогда бы были Польшей, так что пусть возвращаются. А что насчет украинского Львова или белорусского Гродно? Допустим, они бы тоже хотели. Ладно, хватит, не будем продолжать. Знаешь, что такое Крулевец? Крулевец? Я понятия не имею, я не из Кракова.